Все, кто интересуется историей авиации, конечно же знают братьев Райт. Именно им в большинстве стран мира отдан приоритет в конструировании первого в мире летавшего самолета, а также в совершении первого на земле управляемого полета на аппарате тяжелее воздуха с двигателем. Кто-то заметит, что братья не были первыми, возможно, но именно они положили начало в управлении полетом самолета, что повлияло на все последующее мировое авиастроение. Именно их эксперименты легли в основу создания эффективного крыла и пропеллера, в отличие от других пионеров авиации. Это прямо было для того, чтобы оценить огромный скачок вперед, касающийся мирового самолетастроения вообще. Напомню, друзья, первый полет аппарата тяжелее воздуха осуществил Орвел Райт 17 декабря 1903 года. Это важно, так как сложнейший и огромнейший самолет, о котором я сейчас расскажу, был построен всего лишь через 26 лет, после первого в мире полета примитивнейшего аппарата тяжелее воздуха. Итак, Дорне Ду-Х. На момент постройки и начала эксплуатации самая большая, тяжелая и мощная летающая лодка и одновременно самые тяжелые самолеты в мире включительно до 1944 года, когда немцами был построен еще один гигант – самолет Бом-Энд-Фосс БВ-238. Впервые мысль о создании этого монстра появилась у Клода Дорне в 1924 году, а разработки начались в конце 1925 года. После 240 тысяч рабочих часов в июне 1929 года самолет был наконец построен. В межвоенный период было только два самолета, которые были крупнее, но только по размаху крыла. И это Ан-20 Максим Горький и К-7 советский экспериментальный многоцелевой самолет-гигант конструкции Калинина. Впрочем, об этом чуть позже. Вот здесь есть один нюанс. Самолет финансировался Министерством транспорта Германии, и чтобы обойти условия Версальского договора, запрещавшего строить любые крупные самолеты в самой Германии, на швейцарской стороне Боденского озера в городке Альтенрайн немцы для этого построили, внимание, специальный завод. Вы представляете? Ду-Х был монопланом с полностью дюралевым корпусом и крыльями, состоящими из дюралевого каркаса, усиленного сталью, обтянутых тяжелой линой тканью, покрытой алюминиевой краской. В начале он имел 12 двигателей Бристоль-Юпитер, стоявших тандемом, с шестью тяговыми винтами и шестью толкающими. Двигатели Юпитер с воздушным охлаждением нещадно грелись и с трудом поднимали Ду-Х на высоту чуть более 400 метров. Интересен такой момент. Всей этой прорвой двигателей управлял специальный бортинженер из своей кабины. Все было как на флоте. Пилот передавал инженеру команду с помощью телеграфа. Многие детали самолета напоминали флотские, включая полетную палубу, которая имела сильное сходство с мостиком судна. После 103 испытательных полетов в 30-м году решили поставить наконец двигатели Кёртис В-1570 Конкуэрер, которые и обеспечили возможность самолету перелететь через Атлантику и дальше. Клод Дорне проектировал самолет для перевозки 66 пассажиров на дальних рейсах и 100 пассажиров на коротких. Отсюда роскошные пассажирские салоны как на трансатлантических лайнерах. На самолете было три палубы. На главной палубе комната для курения и бар, обеденный салон и кресло для 66 пассажиров, которые можно было переоборудовать в спальные места для ночных рейсов. В корме пассажирских кают были камбуз, туалеты и грузовой отсек. Кабина пилотов, штурмана, машинное отделение и радиорубка были на верхней палубе. На самой нижней палубе были топливные баки и 9 водонепроницаемых отсеков. На ДУ-Х не было обычных крыльевых поплавков. Смотрите на экран. Вместо них стояли крылья заглушки для стабилизации судна на воде, которые выполняли функцию посадочных платформ для пассажиров. Всего построили три машины. Первая для самой компании Дорния и две машины для итальянцев Х2 Умберто Маддалена и Х3 Алессандро Гуедони. Итальянские машины были немного крупнее и с другими двигателями Фиат А22РВ-12 водяного охлаждения. Однако продолжим. Самолет сделал первый испытательный полет 12 июля 29 года с экипажем из 14 человек. А уже в 70-м испытательном полете на его борту было 169 человек, из которых 150 – это рабочие и инженеры со своими семьями. А также журналисты, экипаж и вы не поверите, 9 безбилетников. Этим полетом, кстати, был установлен мировой рекорд по количеству людей, перевезенных за один рейс, который продержался 20 лет. Представляете себе, эта махина после 50 секунд разбега поднялась в воздух и летала 40 минут. В документальном фильме той поры говорилось о полете 170 человек с максимальной скоростью 170 км в час и посадкой, естественно, на Боденское озеро. Казалось бы, друзья, все прекрасно, да? А нет. И что интересно, ведь ничто не предвещало беды. Полеты до Икс шли успешно, и он достаточно динамично для своих циклопических размеров набирал высоту и скорость. Хотя, кстати, топливо жрал немеренно. Первый из трех экземпляров, кстати, вполне нормально летал в компании Deutsche Luftganze. Но все-таки гигант летал медленно и поэтому не был востребован. Большие расстояния он преодолевал долго, а маленькие, несмотря на беспримерное количество пассажиров, стоили баснословно дорого. К тому же программу подкосила Великая депрессия, начавшаяся аккурат в тот самый год, когда была закончена постройка первого экземпляра Ду-Х. Вот так. Итог грустный. Все три машины со временем были отправлены в утиль. Вот как-то так не вышел немцов полет. И такое бывало, несмотря на всю их талантливость и продвинутость. Впрочем, дальше. Феномен невостребованности не знает географических границ. На этот раз речь пойдет о другом гиганте. И это наша советская машина. Уникальная, огромная, впечатляющая, но с еще более грустной судьбой. Итак, поехали. То есть, конечно, полетели. К-7. Экспериментальный советский многоцелевой самолет-гигант, планировавшийся как бомбардировщик, десантный и тяжелый пассажирский самолет. Спроектировали его в Харьковском конструкционном бюро под руководством Калинина. Самолет был разработан в начале 1930-х годов с использованием оригинальных конструкторских решений, новых технологий и материалов. Новизна для своего времени, конечно же, была впечатляющей. Думайтесь, в эпоху абсолютного торжества бипланов Калинин избрал схему свободно несущего моноплана. К тому же взял толстенное крыло, где были каюты 120 пассажиров. И все это могло лететь на расстоянии 5000 километров. А в варианте люкс летели уже 64 пассажира. На самолете были кают-компания, буфет, кухня, радиорубка, телефонная связь. Принцип «все в крыле» позволял в полете механикам свободно подходить к любому двигателю. Как бомбардировщик, К-7 был буквально летающей крепостью. Ну, посудите сами. На нем стояло 8 пушек калибра 20 мм и 8 пулеметов калибра 7,62. А еще было бомбардировочное оборудование. Естественно, разрабатывался вариант для десантных войск, где самолет брал на борт 112 парашютистов с полным боекомплектом. На момент разработки и создания К-7 был самым большим самолетом в Советском Союзе. Какова же была конструкция этого чуда? Во-первых, он имел очень толстое и просто гигантское эллиптическое крыло размахом 53 метра и площадью 452 метра квадратных, от которого шли две балки, несущие хвостовое горизонтальное и вертикальное оперение. У крыла был спрямленный центроплан шириной 6 метров, длиной 10 и высотой 2,33 метра, где было помещение для людей и грузов. В консолях размещались 14 цистерн с топливом. Центроплан обшивался дюралюминием, а консоли – полотном. Рубка, то есть кабина, выступала из крыла вперед и в ней были два пилота, штурман, радист и старший механик. Остальные семь членов экипажа были в других отсеках самолета. На самолете стояли 7 двигателей АМ-34 мощностью по 750 л.с., один из них с толкающим винтом в корме фюзеляжа. Шасси состояло из двух огромных тележек, которые имели по три колеса и были оборудованы обтекателями, то есть штанами из листового металла. Причем влево размещалась входная дверь и лестница в крыло. Такая конструкция шасси позволяла иметь самолету горизонтальное стояночное положение. И, наконец, хвостовое оперение, двухкилевое. Кили соединены стабилизатором. Рули и элероны К-7 снабжались триммерами, вынесенными на легких балочках. Триммеры на горизонтальном оперении установлены вплотную к рулям. Ну, а чтобы избавить летчика от просто запредельных нагрузок на штурвале вот этого тяжеленного самолета, Калинин тогда впервые в СССР, внимание, поставил электроусилитель руля, которых не было нигде и ни у кого. Ну и финал. Ни в каких ВВС и гражданской авиации самолет не летал, от слова совсем. Первый прототип потерпел катастрофу при испытаниях на максимальную скорость 21 ноября 1933 года. Тогда никто не знал, что делать в режиме флаттера, и летчик-испытатель Снегирев интуитивно боролся с флаттером как мог, а именно, менял режим работы двигателей. Но это их не спасло. Самолет разрушился, а 15 человек из 20, бывших на борту, погибли. Следующие два образца так и не закончили. Так что сейчас представление ОК-7 можно составить только по сохранившимся чертежам и фотографиям того времени. А тут еще, знаете, вдобавок ко всему, в 1935 году резко изменилась советская концепция самолетостроения, после чего строительство еще двух прототипов остановили совсем, а затем окончательно закрыли. Судьба самого Калинина была еще грустней. После февральского пленума ЦК ВКПБ 37-го года репрессии накрыли и оборонку. Тогда в авиапроме СССР приняли план по разоблачению и предупреждению вредительства и шпионажа. Калинина арестовали 1 апреля 1938 года в Воронеже. Его дело не сохранилось, и сказать, по какой статье он был осужден, уже невозможно. 22 октября 1938 года закрытое судебное заседание военной коллегии Верховного суда СССР всего за 10 минут приговорило Константина Калинина за вредительство и шпионаж к расстрелу. И в тот же день в подвале воронежской тюрьмы НКВД приговор привели в исполнение. Реабилитировали только после смерти Сталина в августе 1955 года. Примечательный такой факт. В 1972 году, когда в Америке умер Игорь Сикорский, академик Иван Иванович Артаболевский сказал, цитирую, «Были два великих авиаконструктора Игорь Сикорский и Константин Калинин. Первого Америка похоронила как национального героя, а второго нас никто и не знает. Его на вершине славы загубили молодым у себя дома». Конец цитаты. И, наконец, третий, никому не нужный гигант-красавец Хьюз H4 Геркулес. Транспортная летающая лодка, сделанная из композита дерева, разработанная фирмой Хьюз Эйркрафт под руководством Говарда Хьюза. Самолет весил 136 тонн и вначале обозначался HK-1. Они официально его звали «Еловый гусь», хотя он был сделан полностью из березы, точнее, из клееной березовой фанеры. Это была самая большая из всех когда-либо построенных летающих лодок. Размах крыла 98 метров был рекордным до 31 мая 2017 года, почти 70 лет до появления транспортного самолета «Стрейс Лаунж» с размахом в 117 метров. Для чего же его делали? Для транспортировки, внимание, 750 солдат с полным снаряжением. Тогда, в начале Второй мировой войны, правительство США выделило Хьюзу 13 миллионов долларов на изготовление прототипа. Однако к концу войны самолет готов не был. Это объяснялось нехваткой алюминия и упрямством самого Хьюза, задумавшего безупречную машину. Самолет «Геркулес», пилотируемый самим Говардом Хьюзом, совершил свой первый и единственный полет 2 ноября 1947 года, когда поднялся в воздух на высоту 20 метров и пролетел 2 километра по прямой над гаванью Лос-Анджелеса. И вся. А теперь, друзья, давайте отмотаем чуть-чуть назад. Уже в начале войны союзники поняли, какую опасность представляет для них немецкий подводный флот и подводные лодки. Потери в торговом флоте были катастрофическими. Так апогей был достигнут уже к началу 42-го года, где немцы устроили настоящий террор в Атлантике. Положение кое-как удалось выправить только к концу 42-го года. Однако угроза все же оставалась. И тогда союзники нашли вполне предсказуемый, кстати, вариант. Перебрасывать грузы можно не только по воде, но и по воздуху, правильно? Одна проблема. Нужен был самолет с большой дальностью и грузоподъемностью. Короче, автором первоначального замысла был Генри Джон Кайзера. Смотрите на экран. Стали промышленный магнат, владелец суда Верфи, выпускавший, кстати, в годы войны пресловутые корабли серии Либерти. А сконструировать самолет взялась фирма Хьюз Эйркрафт в лице самого Говарда Хьюза, ну, разумеется, со своей командой. Заказ на строительство самолета был получен в 42-м году. Задача – построить машину для грузопассажирских перевозок и при этом не тратить стратегическое сырье и изготовить самолет не из металла, а из дерева. Документацию разработали быстро, а вот темпы строительства были никакие. Начал в 43-м году строить самолет компания завершила работу в середине 47-го года. Причин было много. Начиная от завершения войны и, как следствие, потери интереса со стороны военных и заканчивая бесконечными судебными исками против Хьюза. Официально самолет назывался HK-1 от фамилии Хьюз и Казер. Но Казер в 44-м году со скандалом отказался от проекта и Хьюз назвал самолет H-4. К 44-му году стало ясно, что самолет уже никому не нужен. Правительство решило аннулировать контракт, но Хьюз к тому времени уже был охвачен идеей построить воздушное судно, превосходящее самые смелые человеческие фантазии. Будучи перфекционистом, он мечтал сделать самолет совершенным, пока, наконец, долгие задержки не привлекли внимание Сената, который, кстати, назначил комиссию для проверок работ. Строительство самолета завершилось в 1947-м году. Примечательно. Тогда из госбюджета США на это ушла огромная сумма. Внимание! В 22 миллиона долларов. Более того, сам Хьюз потратил на проект собственные 18 миллионов долларов. Короче, 2 ноября 47-го года Геркулес спустили на воду, и Говард Хьюз с экипажем запустили двигатели в тестовом режиме. Совершив несколько проходов по воде, на глазах у взволнованных зрителей и журналистов, Геркулес оторвался от воды гавани из Лос-Анджелеса и отправился в свой первый и последний необъявленный полет. За штурвалом сидел сам Хьюз. На высоте 20 метров самолет пролетел 2 километра на скорости 120 км в час и совершил идеальную посадку. Этот полет, совершенный Хьюзом, несмотря на официальный запрет поднимать Геркулес в воздух, дал отпор критикам проекта и доказал, что самый огромный в истории человечества самолет все-таки умеет летать. Многие в мире сейчас считают, что этот полет был величайшим моментом в истории авиации. Завершив свой исторический полет, еловый гусь вернулся в свой ангар, чтобы уже больше никогда не взлететь. Хьюз поддерживал самолет в рабочем состоянии до самой своей смерти в 1976 году, тратя на это около 1 миллиона долларов США в год. После смерти Хьюза самолет отправили в музей Лонг-Бич, Калифорния. Сейчас он является экспонатом авиационного музея Макмин-Вилли, Орегон, куда был перевезен в 1993 году. Самолет ежегодно посещает около 300 тысяч туристов. Выводов и заключения никаких не будет. Чего тут заключать, и так все ясно. Ваше мнение, друзья. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok